Анимация уходит в эксперимент, размывается и становится непонятно, что это медиаискусство новое или это старые классические мультики, но то, что происходит на экране, это явно уже не для детей. Сейчас будем в этом разбираться. Так, ну, видимо, смотреть надо на меня. Это не анимация, тут свет постановочный. И дядя строгий. Вот так вот страшно. Куда туда будет, выскочит кролик. Кролик. Ну так надеюсь. Ну, мы все любим мультики, но разглядывая то, что происходит на линолеуме, хотя это не внизу, а сбоку, мы вдруг понимаем, что это вовсе уже не детские какие-то вещи, это что-то между медиаискусством или даже какими-то обрывками произведений незаконченных. Вот хотелось бы понять, что сейчас происходит с анимацией, есть ли вообще такое анимация понятие, вообще актуально ли понятие мультфильм, или это уже что-то из прошлого. Анимация вообще-то никогда не была детской. И создавалась она не как детское кино, а детским она стала благодаря Диснею. А анимация далеко выходит за пределы в современном пространстве, в современной культуре далеко выходит за пределы мультфильма. И мультфильм это вид, ну, который существует у нас в России, мы привлекли мультик, мультяшка. И тогда волк за зайцем бежит. Да, вот так вот. И Винни-Пух с пятачком. Прекрасно. Во всем мире анимация – это взрослое кино. Это кино очень сложное. Это кино экспериментальное. Это кино, это вообще новая культура, новая медиакультура. Различие основное в том, что моушн-дизайнер, он видит всю картину в целом. Он видит только движение. А аниматор, он все-таки как бы одвиживает персонажа, одвиживает части фона. Он одвиживает статичную картинку. А Наталья не согласна. А вот я не согласна, потому что анимация сегодня – это не только кино. Анимация – это оживление. Анимация – это духотворение. А то, что мы оживляем, это все будет анимация. Анимация есть в науке, когда при помощи анимации оживляются какие-то физические формулы. Вся астрономия, геофизика – это все будет анимация, биом-анимация. Анимация уже давно вышла за пределы нашего традиционного понимания только кино и только фильм. Вот у нас есть здесь аниматор. Он у нас пытается… Нет, это мы самих затеянем по-русски. Аркетин. Второй, на второй ряд. Речь идет не о кино совсем. Кино – это искусство, но это другой вид искусства, чем изобразительное искусство. Освобожденное от истории, от естества. Я не думаю, что постмодернизм вообще освобожден историей. Он включен в нее вообще на сто процентов. Он из нее состоит, постмодернизм. Из обломков. Из обломков, да. Есть классический драматический сюжет. С завязкой, кульминацией, развязкой. Он классический для того, чтобы вызвать определенную эмоциональную реакцию. Какую-то запрограммированную. Вот что с эмоциональной реакцией происходит в новом искусстве в области анимации? А эмоциональные реакции могут быть не только запрограммированы. Да, эмоциональные реакции могут быть те, которые у вас возникнут спонтанно. И они будут очень зависеть от вашей индивидуальности глубоко внутренней, да? Я понял. Вы делаете упор на фрагмент. Не должно быть меня просто сегодня… Лиение логической банальных ходов. А зритель? Зритель будет знать. Зритель не дурак. Если он обладает определенной способностью мыслить, то он может… Хорошо, я за ребят немного скажу. Там четко можно в работах проследить вступление, кульминацию. Давайте посмотрим. Ну да, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. И уже на конкретном рассмотре, где же там завязывается что и где развязывается. Звучит музыка. 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 Вы выбираете не то, что вам предлагают, а вы выбираете по своему условию. Вы способны устоять от влияния, а вот множественности различных искушений. Конечно, я поэтому и могу выбрать. В диалоге у меня нет возможности выбора, я слушаю только собеседника. Если вы попадаете в это пространство, на которое вас обрушивается хаос, и потом регургитация, рвота будет. Мозг не может все вот так вот. Диагрия, как минимум. Более уплощенная. Нельзя таким образом. Мозг тоже работает, выбирая, но в этом хаосе наступает так называемая доминанта. Когда мозг перестает вопрощать все. Он выключается. Он становится просто губкой. И человеку не нужен наркотик. Он начинает умирать, потому что его давят вот эти шумы. То есть мы получаем некий такой рытий, вот этот ядерный реактор, где бомбят электроны, и потом происходит ядерный бомб! Поэтому мозг разрушается, конечно. Он не может так работать. Я понял. Вы убийцы современности. Вы те самые мои террористы. А искусство, как известно, зеркало. Оно ничего не делает. Оно только отражает современность. Значит, тогда художник свободен от совести по отношению к зрителям, и он становится чистым зеркалом. А сейчас нет разницы между художником и нехудожником. Это очень важный момент. Совесть и творчество художника. Насколько они совместимы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok